Всем привет, друзья! С вами Бурбон и сегодня вышло новое обновление на всех серверах Даймонда. И в ролике я хотел бы его рассмотреть, но не как это дело обычно, где вот прямо в ролике я иду, узнаю что-либо и делаю, а уже озвучить все после того, как я посмотрел. И мне кажется, что так, ролик будет более структурированный, это первое. И второе, я нигде не буду тупить, ну или в тех местах, где я по итогу ничего не понял или не знаю, что сказать. И мне хотелось бы делать больше такого контента, озвучивая уже отснятый материал постный. Поэтому, если вам такое понравится, то, правда, поддержите ролик лайком. Также вот два человека, что получают постурбасов. Если ты хочешь так же, то, как я и сказал, лайк под ролик, также подписка на канал и напиши любой комментарий. Итоги по следующему видосе. Погнали! Начать можно с того, что обнов действительно не было долго, почти что два месяца. Оправдались мне ожидания, я пока что не уверен, потому что не все функции затестил, но добавлено контента в игру было много. И было несколько функций, которые не особо были значительные по их реализации, то есть они не сложные были. Но в игру они привносят интересные элементы. И первое, что хотелось бы отметить, у меня в сборке был изменен шрифт Diamond Ember. Теперь почему-то появился еще и обычный Diamond Ember. Теперь у меня два Diamond Ember друг на друге. Но это уже проблема больше сборки и модов, чем самого проекта. Начнем постепенно. И первое, что было изменено, это ловля. Я никогда не был ловером, но мне кажется, понимаю людей, которые этим любят заниматься. Во-первых, да, это неплохой способ заработка, если ты успешно поймаешь домик или что-то еще. Но мне кажется, что многие люди этим занимаются просто из-за выброса эмоций. Я уже один раз приводил случай, когда я играл в Rust, я сижу в доме, меня начинают рейдить. И я понимаю, что, казалось бы, ты играешь компьютером на игру, ничего страшного не происходит. Но от волнения у меня правда начало сердце биться, как будто бы я принял чего-то. Игры могут дать такие эмоции. И мне кажется, что ловля вот эти вот секунды, пока ты нашел бизнес или дом, едешь к нему и ожидаешь, успеешь ли ты или нет, они дорогого стоят. Сейчас же система другая. И уже заранее известно время, когда будет слетать дом, бизнес или что-то еще. К нему нужно просто приехать и успеть первым ввести капчу. И здесь, наверное, будут ассоциации с Аризоной, потому что, если я не ошибаюсь, там точно такая же система. И логично предположить, что Diamond не смог придумать ничего лучше, чем того, что уже есть. Это, как знаете, если что-то работает в другом месте, то почему бы не сделать так, чтобы это работало и у тебя. И самое интересное, к чему я всю эту историю рассказал, то, что эмоции, они остаются. Потому что вот эти вот секунды до начала сто-то дома, то есть там 16, например, 00, ты ждешь и волнуешься. И вот в эту секунду ты начинаешь вводить капчу, пытаешься оказаться первым. И то есть эмоции действительно здесь есть. Поэтому это и не старая ловля, которая была, но и не акционы, где ты просто приезжаешь, и там элемент рандома. Здесь также все зависит от тебя. Поэтому время покажет, приживется ли такая ловля или нет. Но мне кажется, что это, как минимум, неплохая альтернатива. Также было добавлено 86 домов. Там средний и эконом-класс. По большей части эти дома размещены в Сан-Фьерро. И я думаю, что сегодня, буквально через часик, у людей будет охренительная возможность принять участие. Потому что домов правда, ну, 86. И я постараюсь сейчас озвучить данный ролик и после пойти последить, что это будет, вставить уже в следующий видос. Потому что здесь мы подошли к следующей системе. И следующая система это садоводство. Я о ней хочу рассказать отдельно. Я сам попытаюсь выкупить у какого-либо человека домик с садом, чтобы показать вам полностью функцию, как это работает, можно ли на этом заработать и так далее. И то есть сделать отдельный видос. Поэтому точно так же было добавлено охренеть какое количество бизнесов. И вот здесь есть как плюсы, так и минусы. Первый минус в том, что из-за отбавления новых бизнесов, которые уже присутствуют, например, магазин 24 на 7, амунации, аксессуары, финка в других магазинах того же типа будет проседать. Ну, представьте, если сейчас у нас три аксессуар шопа, то будет их пять. И понятное дело, что кто-то купил здесь, кто-то там. И то есть я не уверен, что больше из этого будут покупать аксессуаров. Но распределение, то было на три бизнеса, теперь на пять. Чуть и не в два раза больше. И поэтому финка тоже должна упасть. Это с одной стороны. Но с другой стороны, из-за того, что бизнесов будет больше, возможно, бизнесы также упадут в цене. И это будет выгодно для тех людей, кто ни разу не держал бизнес и хочет поддержать. Потому что из того, что еще добавлено 24 на 7 магазина, я не думаю, что они будут пользоваться большим спросом. Также было добавлено шесть новых бизнесов, которые связаны с огородом. О них я пока что ничего не могу сказать. Булутны они прибыльные или нет. Это зависит от того, будут ли они прибыльные сами по себе огороды. Если это будет пользоваться спросом, то я думаю, что и бизнесы будут популярны. Если же нет, то про них скоро забудут, как это бывает с некоторыми бизнесами на Даймонде, к сожалению. И также, я думаю, что все владельцы закусочных сказали, какого черта, когда увидели ларьки с пиццей и хот-догом. Потому что, действительно, тут работает все по тому же самому принципу. Их там около 20 штук, если я не ошибаюсь. То есть, если человек хочет поесть, скорее всего, он пойдет в закусочную. Да, есть другие способы. Например, фрукты, которые можно купить на рынке, но он не так распространен. И в целом, в закусочную пошел, покушал и все. А теперь появляется еще 20 бизнесов, и из-за этого у закусочных финка упадет. Поэтому для владельцев нынешних бизнесов это не очень хорошее обновление, потому что цена на их бизнесы упадет. Но если смотреть чуть шире, то от этого многие игроки получат и плюс. Потому что мне кажется, что бизнесы немножко упадут в цене из-за их количества, и поэтому купить их будет полегче. Также было добавлено огромное количество гаражей. Я решил, например, купить один, просто на время подержать его. Но в нем ничего нет, и в обновлении было написано, что интерьер появился у гаража. Но, скорее всего, это дополнительные интерьеры у гаража в доме. Потому что здесь я не понял, как туда стоит войти. И тут мне предлагается только одна кнопка. Нет, извиняюсь, две. Первая закрыть, вторая респаун. Но не респаунится там, а просто вызвать свою машину, если она имеется. И все. То есть больше здесь нет ничего. Возможно, есть какие-то способы, как туда иначе попасть. Если вы о них знаете, то можете сообщить. И, как показала практика, многие ими не пользуются. Они поэтому висят просто в госе, и вы сами всю виду видите ситуацию. Мне кажется, что здесь они бы получили в цене, если в них можно было бы респауниться. Но, чем они отначались от дома? От того, что это был гараж, сделать там большую арендную плату. Чтобы его невыгодно было держать на долгосрочной перспективе, и он бы подходил новичкам. То есть новичок покупает себе гараж, какую-нибудь машинку, а потом, когда накопил на дом, он продает его еще одному новичку, а сам уже покупает себе владение подороже. Я думаю, что это могло бы помочь, потому что сейчас, вы сами видите, просто они висят в госе, и я не уверен, будет ли с ними что-то меняться или нет. Потому что купить их можно прямо сейчас, а игроки этим почему-то не занимаются. Появился еще один новый уникальный бизнес по обмену имущества. Теперь намного проще все это делается, так как я сам несколько раз выступал гарантом, когда люди хотели обмениваться бизнесами. И тут нужен третий, потому что нельзя обменяться вот так вот бизнесами. Ну, хотя сейчас есть VIP-бриллиант, и там, наверное, можно просто продать. Но все же теперь, я думаю, что обманов никаких не будет, потому что все сделано на уровне мода. Ты приходишь, прописываешь команду, прописываешь ID. Как я понимаю, там еще можно выбрать какую-нибудь доплату, то есть там тебе, либо ты сделаешь доплату за бизнес, если неравноправный обмен, и вы просто меняетесь бизнесами, и кто-то из вас получает дополнительные деньги, либо просто по нулям. И точно так же можно поступить и с домами, и с бизнесами, и с транспортом, и с гаражом. То есть здесь, мне кажется, клево. Будет ли пользоваться такой бизнес с популярностью? Я думаю, что не особо, потому что обмениваются не так часто, но это и полезная функция, которая для некоторых, я уверен, она будет очень клевая, потому что сможет решить большое количество проблем с передачей друг другу бизнесов. И по той же самой аналогии в Diamond Cards можно обменяться сим-картами. Также, как я понимаю, проект выбрал решение двигаться по стопам Аризоны, потому что, по-моему, идентичный донат теперь появился здесь просто по оформлению. И теперь донат расширился. Тут тоже можно понять проект, потому что верты обесцениваются, и так или иначе, чем старше проект, тем у него прибыль меньше. Поэтому, да, мне кажется, что вполне разумно в вине данное нововведение. К тому же, учитывая то, что можно донат получить в игре, не обязательно донатить реальные деньги. Можно просто, как это во всех играх, либо ты тратишь время, либо ты тратишь деньги. Все, в принципе, как и всегда. И тут появился новый транспорт, его довольно-таки много, он разнообразный. Самое, что, наверное, многих удивило, это добавление монстра. Но я думаю, что рано или поздно должно случиться, поэтому окей. То же самое с аксессуарами. Их введено огромное количество. Из них можно выделить один просто охренительный, про который я писал еще давно, и потому что он, правда, был нужен. Так как сейчас есть огромное количество аксессуаров, а инвентарь раньше вмещал только 32. И то есть, если ты коллекционируешь их, ты не можешь собрать полную коллекцию, просто из-за того места. Теперь же можно себе купить различные виды кейсов, которые стоят 350 доната, и у тебя расширяется до 48 слотов. И я приобрел себе красный чебанал, чтобы затестить данную систему, но там было не всем понятно, потому что из-за того, что у меня было два предмета для расширения инвентаря, то сначала использовался меньше из них, потом я выкинул свой маленький рюкзачок, и теперь стало слотов 48. Я попытался купить новых аксессуаров, но когда слотов стало 32, то, видимо, по старой памяти, он подумал, что у меня старый рюкзак, и поэтому больше 32 предметов купить мне не дал. Я думаю, что после перезахода в игру эта проблема решится, и здесь больших трудностей не будет. Также через донат можно купить бриллианты, икс-пишку. Я думаю, что сейчас икс-пишка уже не особо ценится, поскольку есть огромное количество акций, и... Ну, понятное дело, что это все коммерциализация, но по-другому никак, потому что это единственная, по сути, прибыль самого проекта. Точно так же прямо в игре можно купить ипки, хотя есть нишвейсты, до этого уже было. И среди новых функций интересны, это покупка трехзначного и девятизначного уникального номера. И точно так же можно купить уникальный номер на автомобиль. Также букву тебе неплохое обновление для мафии. Теперь, если на складе оружия ты убиваешь вояку, то у тебя есть шанс выбить из него пропуск от входа. И если раньше нужно было ставить какие-то объекты, чтобы попасть сюда на машине, то теперь можно либо убить вояку и с какой-то доной вероятности получить пропуск до его открытия. Или же есть еще один способ. Если у фракции есть бомбы, то с помощью бомбы можно взорвать вход на 15 минут и свободно катать. Я не знаю, будут на этим пользоваться, потому что уже все нашли обход с помощью временных объектов, которые ты ставишь, перелетаешь на машине, и в целом все это работает нормально. И продолжая данную тему, если ты в мафии убиваешь сотрудника полиции или же ФБР, что ты получишь от него ключи от наручников. И в следующий раз, когда ты будешь в наручниках, ты сможешь из них выбраться. Это тоже довольно-таки интересно, хотя я это добавил бы еще и байкерам и гетовцам. Теперь каждый лидер может делать свой автопарк самостоятельно, покупая машины и продавая их. И поэтому мы видим, что есть, например, Феникс, есть Хантный. Это неплохо, потому что лидер действительно может собрать свой неплохой такой автопарк. Если какие-то будут рпшки, то прям хороший такой кортеж из быстрых машин. Хотя в кортеже быстрые машины нахрен не нужны, поэтому здесь тоже нужно все это дело продумать. Появился союз для мафии. И, казалось бы, такое уже было, теперь это просто сделано на уровне мода. Потому что раньше ты просто заходишь на форум и видишь, какие отношения у этой мафии с другими. Также была интересная команда, которой, я не знаю, будут ли пользоваться, Сетмарк. Она есть у полиции, но если полиция использует это для благих целей, то мафия понятное дело для своих. И с помощью команды Сетмарк ты можешь проверять айдишники людей на то, являются ли они задолжниками или же нет. Хотя я попробовал найти того, кто нам что-нибудь должен. Я был в Колумбии и такого человека не было. Вышло хорошее обновление дня таксопарков. Рядом с ними появилась цистерна на 5000 литров. И владелец может купить улучшение за 300 тысяч. Как вы видите, здесь оно уже установлено. После чего на Даймэндис такая работа. Может, это ты еще не знает. Работа, разводишка, топливо. Все максимально просто. Ты арендовываешь машину, берешь себе прицеп, выбираешь нужный заказ. Я, к сожалению, не смог доставить заказ в таксопарк, потому что не было ничего. Поэтому поехал на АЗС-ку. И развозишь. Я, например, за свой вызов получил 11800. Единственный минус этой работы, то что вызовов мало. Но в целом, как подработка, это довольно-таки интересно. Из еще одной, казалось бы, малозначительной, но приятной вещи, если у тебя осталось мало ХП, но ты очень сыт, то они будут автоматически пополняться до 40 ХП. И поэтому здесь не будет такого, что одно ХП, и тебя могут убить там стычкой, или просто сбить, они постепенно будут регениться. То же самое, я не знаю, это не админом, сделано для всех. Когда ты падаешь, откуда ты у тебя теряются ХПшки, написано, сколько ХП ты потерял. И также, если мы посмотрим на шкалу голода, помимо того, что у нас есть шкала заполнения, еще и показаны цифры, насколько я сыт. У меня это показательный 100, поскольку у меня есть админка, и автоматически у меня остается сотка. И еще одно интересное обновление, которое, правда, я хотел очень давно видеть. Теперь на карте отображены все бизнесы, так как раньше о некоторых бизнесах существования можно было узнать только с помощью GPS бизнеса. И также, конечно, донесем обновление, промокод Бурбон, друзья. По-моему, сейчас тоже хорошее время, чтобы зайти на Даймонд. К тому же, в честь обновления были добавлены хорошие бонусы, такие как X3 Опыт, X3 Бриллиант, Депозит и Донат. А учитывая то, что если вы введете мой промокод на Эмбери Бурбон, то при прохождении вами начального квеста я перевожу от себя 600 тысяч баксов. Поэтому обязательно вводите и проходите, после чего связывайтесь со мной ВКонтакте, я переведу вам ваши деньги. И такое вот вышло обновление. Насчет того, что оно дико грандиозное, здесь хочется еще посмотреть на огороды, потому что я помню, что похожая система в целом огородов была на Ревенте, но она отличалась по своей структуре, поэтому я сделаю отдельный видос в ближайшее время про работу огородов, прибыльная ли она, интересная ли она и так далее. А то, что было показано в видосе, да, здесь много было прикольных вещей, особенно вот маленькие нововведения на подобие той же цистерны, которые сделают игру чуть приятнее и комфортнее. Поэтому в целом обново хорошее, ничего плохого про нее сказать, даже если дико захочется, нельзя. Айпишка есть в описании, друзья, заходите, играйте. На этом все, с вами был Бурбон, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, всем пока.